Практическая психология Тема зависимости для вас актуальна по работе То есть вы уже не один десяток лет работаете с людьми, которые страдают зависимостями И еще выбрали себе, по-моему, диссертацию на эту тему Да, диссертацию на эту же тему, только немножко не про алкоголизм, а про наркоманию В любом случае связана с зависимостью Хорошо, почему вы выбрали такую профессию в свое время? Сложный вопрос Я долго искала себе, когда заканчивали институт, долго искала себе направление Мне очень нравилась психиатрия, когда я училась в институте И когда получилось найти место врача-психиатра-нарколога, я была безумно рада Вообще понимать душевное состояние людей, их переживания То есть смотреть на человека не как на больного, а как на здорового, а болезнь его как маска И от чего он защищается при помощи болезни, это достаточно интересно И когда вот это понимаешь, работать с этим тоже получается интересно Поэтому к людям с зависимостью я отношусь, как бы ни парадоксально это звучало, с уважением Потому что это люди чаще всего, они творческие, они очень, ну может быть отчасти слабые Но они очень добрые по своей душевной структуре и зависимыми просто так не становятся Это чаще всего такая маска, такой защитный механизм от каких-то очень сильных переживаний, потрясений в жизни Которые были связаны, начиная с детства Понятно, вот если берем опять-таки с детства, да Это тема, которую, как мне часто говорят Ну у нас же все проблемы с детства, поэтому вы практически каждую передачу с этого начинаете Сегодняшняя передача не будет исключением Вот прямо сейчас зачитываю такой вопрос Если у меня ребенок начал выпивать в 15 лет, это значит, что он в жизни будет страдать алкоголизмом? Или это просто возрастное и перебесится? Если вы не начнете контролировать своего ребенка, он станет алкоголиком Если человек, вообще подросток, начинает употреблять алкоголь в 15-14 летнем возрасте Шанс стать алкоголиком у него достаточно велик Они становятся алкоголиками буквально за 3-5 лет Потому что организм не сформирован до конца Механизмы, в том числе ферментативная система, до конца не сформированы И, конечно же, здесь необходим контроль И не нужно снимать с себя ответственность и говорить, что это ребенок виноват Ребенок живет в семье Ответственность за 15-летнего ребенка несет родитель И здесь что-то происходит во взаимоотношениях родителей-ребенок Это точно, это вот прям 100% Каким образом, каким мы можем рекомендации дать родителям вот такого 15-летнего подростка? Что сделать, чтобы он не дошел до грани, которая называется уже болезнью? Ребенок почему-то уходит из дома И необходимо работать именно, начинать с этим С этого начинать, потому что в таких семьях чаще всего нет совместной мечты Это те семьи, которые, мало того, что родители никогда не говорят о своей мечте Они говорят, ну вот как есть, так и есть Вообще, и все плохо Все живем, мучаемся И нет совместной мечты Никогда не садятся за круглый стол или там за какой-то обеденный стол Они говорят, давайте помечтаем, чем мы займемся летом Например, давайте съездим, ну, например, в Крым Ну, куда-то, да, вот в Сочи выйдем Что нам необходимо для этого сделать? Папа деньги зарабатывает Мама там заботится о папе, чтобы ему было легче работать Там о семье А сын просто хорошо учится, потому что, чтобы не было хвостов Например, весной, чтобы необходимо Не нужно было что-то отрабатывать Чтобы они спокойно сели все и поехали И когда каждый понимает свою обязанность ради одной мечты В семье этой жить интересней Это, я говорю сейчас, долгосрочная такая цель А ведь такую цель можно ставить даже на каждый выходной день Куда мы в эти выходные едем И что для этого необходимо сделать Можно ставить вообще на день Чем мы сегодня вечером займемся И что для этого необходимо сделать И в таких семьях детям жить интересно Потому что у них есть цель, им интересно Они понимают, что там что-то будет происходить Там будут не только поели, помыли посуду, сели у телевизора А что-то будет какое-то действие Ребенок, он же очень гибкий, он в движении Ему необходима какая-то позитивная волна И вот он в алкоголе это находит Тогда еще такой вопрос А если, например, семья прикладывает все усилия Для того, чтобы ребенка удержать на территории семьи На территории дома Но, тем не менее, для подростка мы понимаем Что в этом возрасте очень важна составляющая общения И я выбираю себе друзей, которые, ну вот да, имеют какие-то деструкции Например, они выпивают пиво, пусть это будет Но я, тем не менее, хочу быть частью этой стаи И мне предложили, и я не смог отказаться И мне второй раз предложили, и я опять не смог отказаться И вот тогда родители говорят Хорошо, у тебя не будет друзей, ты больше не будешь общаться с ними Вот как вот разорвать вот этот безумный круг? В любом случае родители должны начинать с себя Потому что стаю так просто не выбирают Стаю выбирают по интересам Если говорить про стаю, да, или про стада Да, у подростков стадное такое Стадное мышление, можно сказать, да Не тянуться к себе подобным И им будет интересно там Где его принимают, где его уважают Где он выпил, и он становится Ну, в таких, можно сказать, лидерах Он такой весь, можно так сказать, крутой Говоря сленгом молодёжи Поэтому в любом случае родителям необходимо начинать с себя Чтобы у ребёнка были интересы другие И он будет выбирать стаю и стадо Совсем по другим интересам Вот и всё Хорошо, я думаю, что девушки, которые, или женщины Которые написали мне эти вопросы Они получили ответы на них Далее идём Вот вы сказали, что алкоголизм – это заболевание Оно развивается, может, в подростковом возрасте Может, вообще неизвестно когда Человек до 30 лет не пил Что-то произошло в жизни его И вдруг он ушёл в это заболевание Никто не застрахован Но вот есть такой миф или это реально? Говорят, что если дети очень сильно любят сладкое Они прямо такие, знаете, вы прямо Вынь да положено, накорми меня шоколадом Конфетами, ещё что-то Что вот эти дети тоже бывают очень сильно склонны К каким-либо зависимости Ничего такого подобного не слышали? Это всего лишь миф? Да, для меня это точно миф Про сладкое Скорее-таки дети склонны к каким-то эндокринным заболеваниям Типа сахарного диабета Но это точно никак не связано с алкоголизмом Алкоголизм – болезнь почему? Потому что нарушается ферментативная система Есть такой фермент – алкоголь-дегидрогеназа Изначально доказано, что у северных людей этого фермента меньше Ну вот, например, говорят, там, Воркута, вот, Ямало-Ненецкий округ То есть он не вырабатывается в организме человека? Он не, да, его достаточно мало И поэтому алкоголь расщепляется не полностью И, соответственно, он включается в обменные процессы Сам по себе алкоголь Эндогенный тонол уже начинает, перестаёт вырабатываться Потому что нет необходимости Потому что он из нее поступает И, соответственно, болезнь формируется Я считаю, что мы, ну, тоже относимся так, к северным народностям Не совсем, конечно Но в любом случае мы живем не в южной части нашей страны Поэтому у нас мне, я предполагаю, что у нас этого фермента тоже не очень много Поэтому если человек начинает принимать алкоголь достаточно часто А часто, я сейчас хочу сказать, что если человек принимает алкоголь хотя бы раз в две недели Это уже часто Это уже часто Это уже часто, потому что... То есть все вот эти моменты Вот после тяжелой рабочей недели в пятницу расслабиться и выпить Это уже признаки алкоголизма, да? Если хочешь каждую пятницу... Это, скажем так, злоупотребление Это еще не алкоголизм, но человек все равно принимает уже часто алкоголь Потому что если говорить про нервную систему Из нервных клеток, например, головного мозга Алкоголь выводится только через две недели И если мы принимаем алкоголь раз в две недели То есть мы не даем ему вывестись из организма Мы не даем организму очиститься от внешнего этанола Соответственно, эндогенный этанол перестает вырабатываться Эндогенный – это внутренний этанол, который там, ну, по многих механизмах у нас работает В обменных И, соответственно, мы становимся такими, ну, зависимыми отчасти от алкоголя То есть нам необходимо повысить настроение И мы понимаем, что мы настроение повышаем только при помощи алкоголя Мы уже не можем повысить себе настроение при помощи чего-то другого Просмотры фильма, прочтение книги, да? Да вообще просто выехать на природу и повеселиться без алкоголя Очень многие даже не представляют Как это можно? На природе без алкоголя? Зачем? Да, вообще зачем? То есть алкоголь становится таким атрибутом веселья Человек не может сам выработать у себя это вот веселье Поэтому вот это и болезнь Потому что алкоголь необходим именно для обменных процессов нам становится Хорошо, вот мы рассматриваем, так как у нас практическая психология, да? Вот это заболевание алкоголизмом как с точки зрения психологии Давайте через призму Давайте Что происходит с психикой человека и с людьми, которые его окружают? Имеется в виду про... мы сейчас говорим про больного алкоголизма Болезнь, это протекает по стадиям, таким по классическим стадиям тяжелых болезней И на первой стадии всегда отрицание То есть человек, у которого формируется зависимость, он всегда отрицает, что у него болезнь То есть они классически говорят? Классически говорят, нет, я не больной Это знаете, как вот он к больному ставят заболевание, онкология И первое, буквально там несколько месяцев, он говорит, ошибочный диагноз И они иногда ходят и много-много обследуются и говорят, надо еще раз посмотреть Потому что они перестают просто верить в то, что это вообще возможно Здесь то же самое А почему здесь идет отрицание длительное? Потому что у нас в стране это социально неприемлемая болезнь Она социально осуждаемая Раньше вызывали там на собрании, обсуждали этих людей Есть такое, как... практически звучит, как личико-алкоголик Подзаборный пьяница, как угодно То есть, соответственно, вот этот период отрицания, он более длительный Чем, например, у других заболеваний Что происходит с окружающими? Окружающие чаще всего, конечно, становятся людьми созависимыми Что такое созависимость? Когда они начинают обращать внимание только на своего больного человека Понимая, что у него болезнь и отрицая уже свои проблемы То есть начинаем что делать? Начинаем его лечить? Начинаем догонять и причинять добро Догонять и причинять добро То есть иногда даже без ведома его Некоторые женщины покупают какие-то капельки Начинают подкапывать мужьям Начинают ходить по бабкам, по каким-то гадалкам Соответственно... И всё верим в чудо В какое-то чудо То есть мы ищем чудо То есть люди не вступают в коммуникацию с больным алкоголизмом Не ищут методы убеждения, именно убеждения А ищут какие-то чудесные методы, которые... Вот он не хочет, ладно, я сейчас без него всё это сделаю То есть такое догонятие со спасательства, в кавычках То есть родственники, получается, у таких больных алкоголизмом Они пытаются спасти своего больного без его ведома Без согласования с ним Без обратного запроса, что он ждёт и что он хочет Это правда При этом, конечно же, если, например, когда приходит такой человек Например, на приём ко мне И когда я его спрашиваю, что ты хочешь Они очень многие вещи рассказывают чисто про психологию То есть они говорят, я хочу, чтобы от меня отстали Я хочу, чтобы меня начали уважать Я хочу, чтобы меня начали слышать Вот он начинает говорить именно про вещи, которые не связаны с употреблением алкоголя Он начинает говорить именно про психологические моменты Прислушавшись к которым, можно понять, а что с ним происходит на самом деле От чего он убегает в этот алкоголь А жена говорит, ну как это я с ним не разговариваю Я каждый раз его пилю, когда он придёт пьяный Я каждый раз ему говорю, что жить больше так не могу Что он мою жизнь превратил, например, в ад Посмотри, дети растут без отца Получается, что это разговоры на разные языки По-разному бывает По-разному бывает Просто женщины, они, конечно же, разговаривают Я знаю очень многие женщины, которые борются за своего мужа За его здоровье Просто когда муж заявляет Я хочу отдохнуть Я хочу, чтобы от меня отстали Женщины чаще всего в этой ситуации отвечают А ты думаешь, я не хочу? А ты думаешь, я не устала? То есть получается, каждый кричит о своём И друг друга не слышат О своей боли, когда она говорит О своей боли И нет совместной вот этой темы О чём мы вообще, собственно, говорим Если ты устала, то ты от чего устала? А если ты устал, то ты от чего устал? Что сделать для того, чтобы у нас прекратилась эта усталость? Чтобы мы начали наслаждаться жизнью? Они друг друга не слышат в этот момент Потому что каждый хочет заявить о своей боли И если говорить про созависимость Женщины действительно в какой-то момент Просто перестают думать о себе Они начинают жить мыслями, чувствами Поведением своего близкого человека Своего близкого человека И когда начинаешь им говорить А что вы делаете для себя, женщины? Да, вот догоняете, спасаете Он уже к этому привык Он уже знает, что дома будет всё приготовлено Дома всё будет там Прибрано Прибрано Стоит ему принести вам букет цветов И вы там растаяли То есть для себя-то что вы лично делаете? Женщины действительно теряют в таких семьях Можно сказать, такую самоидентичность То есть не перестают быть даже женщинами Если можно так сказать Они становятся такой И женщина, и мужчина в одной стезе Да, в одной стезе И вот если говорить про женщин Здесь прям советы Кстати, очень немногие принимают этот совет Есть такое понятие «холодной любви» Так, что это такое? Холодная любовь, когда ты делаешь из любви человеку Всё для себя То есть, например, человек пьёт Ты ему говоришь, что это твой выбор Давай тогда таким образом договоримся Если ты продолжаешь пить И не хочешь лечиться Ты хочешь умирать Ты смотришь в сторону смерти Нам с тобой не по пути Я хочу жить То есть я выбираю жизнь Да, я выбираю жизнь Я буду жить И ты начинаешь жить Ты перестаёшь оглядываться на него И вот тогда мужчина очень часто останавливается Мы сейчас почему-то всё время про мужчин говорим Женщин, кстати, пьющих тоже нисколько не меньше Давайте будем говорить родной человек Давайте так Родной человек останавливается, оглядывается И понимает, что за ним никто не бежит Никто не спасает Его никто не догоняет Его никто не спасает И не причиняет ему добро И они останавливаются И начинают что-то менять в своей жизни У меня есть один пациент, бывший пациент, который очень много раз ездил, лечился, и когда я занималась активной наркологией, он ездил на капельницы, и он перестал пить, когда у него умерла жена. Жена умирает, он понимает, что его спасать уже больше никто не будет, он лечится и перестаёт пить, и он на сегодняшний день не пьёт уже больше 10 лет. То есть вот что должно было произойти, да, чтобы человека остановить от этого? Человек, который спасал просто, ну, вот такой уход, его не стало, хотя женщина могла поступить просто по-другому, она просто могла сама отойти, и, скорее всего, она бы на сегодняшний день жила, потому что она, перестав следить за собой, она очень заболела тяжёлой болезнью, она не лечила себя никак. Она всё спасала своего супруга? Всё спасала мужа, ей было не до себя, она, соответственно, болезнь взяла своё. То есть вот мы сейчас знаем, как нельзя поступать, да, какие-то ещё есть вот такие алгоритмы, которые могут тебя привести к успеху? Вот в борьбе с этим заболеванием. Ну, с заболеванием своего родного человека, да, если говорить. Здесь, конечно, необходимо вмешательство ещё третьего стороннего лица. Многие стесняются идти к специалистам именно на семейную терапию. Либо приходит одна женщина за каким-то волшебным рецептом, вы сейчас напишите её, и я всё это буду делать. Здесь необходимо именно, можно так сказать, ставить условия, что вот смотри, если ты хочешь перестать пить, я не верю, что ты перестанешь пить. И я хочу, чтобы мы с тобой сейчас ходили к специалистам, пусть он нам расскажет, сможешь ты сам перестать алкоголь принимать или нет. В любом случае настаивать на своём. И опять же, вот из этой вот холодной любви. Если ты выбираешь и говоришь, что ты сам, и ты доказываешь, что ты не можешь сам, ну тогда всё. Потому что любое движение в зависимости, химическую зависимость, алкоголизм, наркомания, это путь к смерти. Потому что человек себя убивает постепенно, и родные-то это видят. Третье лицо просто рассказывает про вещи, про алкоголизм, и может тоже самое дать обратную связь, что вы обратите внимание, что вы как друг друга, вы не слышите. То есть мужчина запрос делает такой-то, вы делаете такой-то, и получается, что каждый говорит сам о себе. И каждый тянет это дело на себя. У вас нет совместной темы, вы не можете определиться, о ком мы сейчас говорим. О женщине, о её проблемах, что муж ей не дарит цветы, не приносит деньги домой. Или о его проблемах, что его никто не слышит и не понимает. Потому что каждый говорит только о себе в этот момент. И вот имеется в виду третье лицо, то есть специалист, конечно же, да, им необходимо, чтобы вот эта обратная связь, чтобы они это поняли и услышали. Но мы сейчас об этом говорим. И люди, у которых, ну, родные, у которых есть в семье, страдающие алкоголизмом, могут это услышать и подумать, о чём я говорю, и о чём он говорит. И какую тему мы в этот момент обсуждаем, собственно говоря. Мои страдания, что я живу с алкоголиком, или его страдания, что он не может себя как-то реализовать в этой жизни. Непонятно, о чём мы говорим. Хорошо. Елена, а вот, например, есть такие, да, это такая история. Девушка в отношениях, но ещё не вышла замуж. Тоже история из социальных сетей. Хочу выйти замуж, люблю этого человека, но он регулярно выпивает. Надеюсь, что выйду замуж и его изменю. Ну, конечно же, это не так. По этому поводу существует такая очень короткая английская сказка, она мне очень нравится. как одна принцесса решила найти себе принца, но всё неподходящее было, как её окружались принцы, это всё не те. Она решила, я найду лягушонка, я буду его целовать. И если я буду его целовать, он превратится в принца именно в такого, в которого я хочу, чтобы он превратился. Она это сделала, начала целовать лягушонка. И в итоге всего, конечно же, лягушонок не превратился в принца. Как был лягухом, так и остался. Ну, принцесса стала лягушкой. Вот это как раз про это. Это как раз, ну, скажем, это сказка. Сказка, говорят, будет, да, но не намёк. Поэтому здесь необходимо просто помнить, что вот то, что говорит эта девушка, она, конечно же, его не спасёт за мужеством. И она не спасёт ему, если даже нарожает пять детей. Некоторые считают, вот я рожу ребёнка, и он остановится. Нет. Это же алкогольная зависимость, это же изначально внутриличностный конфликт. Это конфликт внутри человека. То есть получается, что на самом деле надо работать сначала с самим человеком, если он доходит до психотерапевта. Конечно. Да, и психотерапия может помочь ему справиться с этим конфликтом внутренним. Я бы даже так сказала. Сейчас существуют такие методы, они мне очень нравятся. Это не будет рекламы, потому что это бесплатная вещь. Это называется группой самопомощи. Они у нас есть в Кирове. Это группа анонимных алкоголиков. Я знаю, что у нас организовывалась в своё время даже группа анонимных наркоманов. Ну, сейчас говорим про алкоголизм. Поэтому они очень хорошо друг другу помогают. Почему? Потому что они понимают друг друга изначально и все переживания. И ребята, с которыми я общаюсь, которые вот уже на сегодняшние дни употребляют алкоголь достаточно давно, они сказали, что для них лучшего метода просто не было. Когда они приходят в эту группу, у них там действительно идёт партнёрские отношения, они говорят на одном языке, и у них помощь получается быстрее. Они приглашают к себе в том числе и специалистов, в том числе и психотерапевтов. Вот с моей точки зрения, я очень давно занимаюсь алкоголизмом, и это, наверное, для меня один из самых действенных методов на сегодняшний день. Конечно же, алкоголизм требует вмешательства врачебного, но это на этапе бывает, когда возникает похмелье. Интоксикация. Да, интоксикация, все эти вот медицинские манипуляции, капельницы и так далее. Понятно, чтобы очистить организм, чтобы человеку стало легче, чтобы он не умер от этого похмелья, чтобы восстановить все функции. Это, конечно. А вот эти группы самопомощи, они мне, ну вот правда, эффект действительно я вижу, и я вижу, как человек меняется. Где эти группы можно найти у нас, Кира? В социальных сетях они есть? Я думаю, что, наверное, найти в социальных сетях. Если говорить про группу самопомощи, вот это сейчас, наверное, будет реклама. Группа самопомощи для соцзависимых, я там ни разу не была. Это вот у нас есть на базе Бушкинской библиотеки. Я думаю, что просто подойти, спросить и узнать. В общем, ищите, да? Конечно, это есть. Кто-то ищет, этот найдет. Да. Это точно можно найти. Причем, я думаю, что эта информация есть, например, у любого нарколога в наркодиспансере, это точно. Ну, смотрите, например, человек, страдающий алкоголизмом, ладно, значит, пытался создать семью, семья распалась, но женщина сказала, нет, я выбираю жизнь, ты выбрал совсем другое, он, ну да, другое выбрал, да? Значит, семья распадается, он остается без помощницы, спасательницы, жены. Да, у каждого из них, например, там есть мать, и тут включается мама. Конечно. И мама, потому что ее там дочь, сын, неважно, да, кто и что, главное, что это ее. И вот отрабатывают ведь ту же самую ситуацию. То есть тоже начинают спасать, начинают там, да, верить в чудо. Мало того, там еще включается еще один механизм, начинают обвинять бывшую жену, которая ушла из семьи. Ну, или бывшего мужа. Да, или бывшего мужа. То есть, ну, просто называется цепь замкнулась. То есть я спасаю, потому что мой там ребенок уже никому не нужен. Хотя ребенку там уже за 40, но вот это ребенок. Та же самая ситуация. И я, вот когда мы сейчас с вами говорим об этом, и я думаю, что, ну, очень было бы здорово, если бы большинство об этом услышали, потому что здесь главное вот такое сплочение, именно холодную любовь убирают все родные, чтобы страдающий зависимостью осознал, что это болезнь. На первом этапе необходимо осознание, что это болезнь, потому что отрицание, что я не больной. А еще потом присоединяется еще одна стадия, когда снятие ответственности из себя. Это виноват этот, этот, это там меня заставили, это, я не знаю, машину стукнул. Ну, то есть постоянно ищется причина, почему я выпил. То есть снятие ответственности из себя. Родные люди начинают себя вести в точности так же. Вот они перестают, они начинают снимать ответственность со своего родного человека. И говорят, это не он, это его там вот... Друзья заставили. Да, или начальник его отругал, или еще что-то. Это врач плохо полечил, он, то есть постоянно идет вот поиск виноватого вокруг. Это вторая, можно сказать, стадия этой болезни. То есть это болезнь, вот эти стадии, которые я рассказываю, которые усугубляют болезнь. Потому что первое, что необходимо принять, что это болезнь. Причем это должен понимать сам человек и люди, которые его окружают. И все вокруг него. Потому что родные приходят и говорят, какая же это болезнь, это вредная привычка. Вот я его сейчас отругаю, я там его сейчас матом покрою, и он все поймет. Нет, это не вредная привычка. И здесь самый главный момент, что просто нельзя принимать первую, скажем так, дозу алкоголя. Потому что ферментативная система работает по-другому. Тут физиология включается в этот момент. Поэтому это самое главное понять. И болезнь-то связана еще и с психологическими внутренними переживаниями. Человек, даже если не пьет, он все равно болеет. Потому что вот эти внутренние ущербности, внутреннее, можно сказать, отторжение себя, оно сохраняется даже у трезвого человека, который страдает алкоголизмом. И долго-долго с ним приходится работать, чтобы он начал себя принимать, уважать. И уважать хотя бы за то, что ты перестал, на первом этапе, что ты перестал принимать алкоголь. Это первое, можно сказать, первое уважение к себе. Там очень много шагов от этих, которые необходимо продумывать. Да, вот я хотела, по-моему, методика называется «12 шагов», да? Да, есть такая техника, ну, да, это, скажем-то, целая программа. Это целая программа, да. А как вообще, вот вы видите, результат работает? То есть что предстоит людям, если они выбирают выходить из этой ситуации вот именно по этой методике? Вот, кстати, группы «Самопомощь», они работают по этой методике, по этим программам «12 шагов». Вот я говорю, что это эффективно, это действительно эффективно. Наблюдение врача здесь необходимо только, ну, исключать какие-то осложнения, которые возникли в результате употребления алкоголя раннего. Там же и, ну... От чего приходится отказываться людям, кроме выпивки ещё? От компаний своей. От компании своей. Да, это, наверное, первое – это алкоголь, на втором месте – это друзья, бывшие друзья, скажем, в кавычках. Которые можно было легко выпить, которые тебе предложили. Они вдруг понимают, что это совсем не друзья, это собутыльники, так называемые, это люди, которым ты был интересен тогда, когда у тебя есть деньги, или чтобы приобрести алкоголь, или чтобы составить компанию. Это, скажем, смена социального окружения. Это на втором месте. А это тяжело даётся, да? Это очень тяжело даётся. Некоторые меняют работу, потому что работа предполагала употребление алкоголя. У многих очень много чего меняется в жизни. Некоторые меняют даже место проживания. Просто переезжают в другие города. А бывает такое, что, например, человек пытается выйти из этой ситуации, да, и где-нибудь там на шаге восьмом просто обнуляется и возвращается? Всё может быть, конечно же. Это же, ну, опять же говорим, это болезнь. И болезнь хроническая и, ну, скажем так, неизлечимая в каком плане? Что если ты начал принимать всё, у тебя всё вернётся. Ты вернёшься в этот вот замкнутый круг, и у тебя всё-всё будет по-новой. И здесь необходимо, они сами говорят, что бывших алкоголиков не бывает. Есть алкоголики с длительной ремиссией, которые длительно не принимают алкоголь. И каждый раз вот ребята, которые проходят, например, 12-шаговую программу, они каждый раз говорят, я нахожусь в стадии выздоровления. Никто из них никогда не говорит, я выздоровел. Боятся заглазить? Нет, потому что нет такого состояния у них выздоровела, потому что внутренние переживания, внутренняя вот эта вот, ну, опять же, скажем так, самооценка, её восстановить, ну, не так легко. А если это всё было разрушено ещё в детстве, ну, это вообще сложно. Вот и получается, что человек вроде бы пытается справиться со своей болезнью, да, но чаще всего не доходит до психотерапевта. Я думаю, что очень мало у нас людей, которые действительно, вот, да, может быть, до нарколога дойдут. Ну, у нас многие наркологи, у нас многие наркологи на сегодняшний день владеют навыками психотерапии. Я знаю, что многие на это учатся, потому что, когда я начала работать наркологом, я понимала, что мне катастрофически не хватает знаний психологии. И поэтому этот второй институт я, конечно же, выбрала именно в направлении психотерапии. Мало кто верит в психологические воздействия на человека. Мне тут трудно очень сказать, потому что для меня, скажем, ну, это 50 на 50. Я знаю пациентов, которые ходят активно и пользуются помощью психотерапевтов. Я знаю пациентов, которые отрицают эти моменты, пьют какие-то там травки, ходят по каким-то бабкам. Но вот, знаете, я хочу сказать, что если метод помог хотя бы одному пациенту, этот метод уже точно имеет право на существование. Если какая-то бабка спасла хотя бы одного пациента, и он не пьёт, Бога ради. И слава Богу. То есть этот человек остановился, и он начал жить. И это здорово. Сейчас вы слышали нас, гомеопаты, да, на которые сейчас все нападают. Вот, но это правда. Это правда, потому что в этом заболевании неважно, кто тебе помог и как тебе помог. Главное, что ты перестал принимать алкоголь. Вот и всё. Скажите, чем отличается заболевание с женским лицом от заболевания с мужским? Заболевание с женским лицом, оно, я сейчас не побоюсь этого слова, более мерзительно, можно так скажу. Потому что женщины, которые начинают употреблять алкоголь, злоупотреблять алкоголем, есть такое понятие, как энцефалопатия, это деградация личности. Она деградирует значительно быстрее мужчины. Она опускается. Ну, этих женщин можно вычислить на улице. Она перестаёт за собой следить. Она отходит от семьи, от детей, от мужа. То есть она теряет абсолютно социальные связи, которые были раньше. Излечить женщину, страдающую алкоголизмом, значительно труднее. Почему? Это связано с психологией. То есть если женщина начала злоупотреблять алкоголем, это связано не только бывает с самооценкой, как вот, например, у мужчин, а это ещё бывает со страхом одиночества. Женщина боится быть одинокой, то есть нет любви в жизни. И она начинает пить, чтобы быть в этой компании субутыльников. Женщины в одиночестве практически... Вот есть же мужчины, которые пьют в одиночестве. Пришёл, купил бутылочку, сидит, пьёт. А женщин, пьющих в одиночестве, практически нет. Она идёт в компанию, где её примут, где её полюбят, где её приласкают. И это как раз страх одиночества. Одиночество именно... Ну, это такой экзистенциальный страх. И поэтому с ней сложнее работать. Она, когда перестаёт принимать алкоголь, первое, от чего она пугается, что я так опустилась, я теперь точно буду никому не нужна, потому что я же алкоголичка, и она возвращается обратно в это состояние, потому что состояние алкогольной вот этой вот, скажем, такого дурмана, этой эйфории, она попадает в среду себе подобных, и там можно об этом не думать. Такое затуманенное сознание, можно об этом вообще даже никак. И с женщинами работать именно поэтому сложнее. Ещё есть такое понятие, как вообще семейный алкоголизм, да? Это когда начал выпивать, например, мужчина, а женщина его просто поддержала, потому что другого выхода она, как говорят, не видела из ситуации. Ну, это, знаете, это тоже такой миф, что женщина начала поддерживать мужчину, потому что он пьёт. На самом деле изначально у них отношения строились на совместной выпивке, вот и всё. Тут женщина, ну, не надо сделать ей себе жертву в этот момент. Это тоже снятие ответственности из себя. Я пью, потому что я мужа поддерживаю. Это на самом деле не так. Масса женщин, которые не поддерживают мужа, и терпеть просто не переносят даже, вот если живёт там семья алкоголик, они даже не переносят алкоголь. Я знаю мужчину, у которых женщины пьют, и мужчина просто отказывается от алкоголя, у него отвращение появляется к алкоголю. И здесь то же самое. Поэтому если женщина говорит, я такая жертва, я просто поддерживала мужа и стала страдать алкоголизмом, нет. Вас просто это объединяло. Это как раз была общая тема разговора. И когда мы выпьем, ну, у нас всё хорошо. У нас как-то и конфликтов нет, мы как-то и не ругаемся. И я могу уже не заявлять о том, чего я хочу, и муж уже не кричит, чего он хочет, потому что мы в состоянии эйфории, и мы нам так хорошо вместе. Это, можно сказать, напиток, который объединяет, создаёт иллюзию любви в семье. Вот так вот. Елена, вот смотрите, живёт семья, да, в этой семье есть, например, пусть любимый человек, но он алкогользависимый. В этой же семье есть дети. И вот дети у нас, они каким-то образом ведь тоже взаимодействуют с этим человеком, да. Иногда, например, мама говорит, вот поговори там с папой, убеди его в том, чтобы он не выпивал, приходил там трезвый. Вообще, как вот в этой истории, да, быть детям? Меня всегда смущает, когда ребёнка начинают использовать как орудие спасения таких пап или мам. Когда один из родителей начинает заставлять, например, ребёнка, папа, чаще быть с этим, там, со вторым родителем. Или, например, уходит дежурить, говорит, ты только не уходи никуда из дома, потому что папа напьётся. И вот такая семья, они даже изначально не осознают, что ребёнка они изначально делают созависимым. То есть психологический ребёнок в такой семье взрослеет, и он уже изначально становится, то есть отрицает себя. То есть меня нет, нужно находить кого-то, кого нужно спасать. И если это девочка, она чаще всего потом находит для семейных отношений именно алкоголика. Изначально находит алкоголика, потому что там она знает, как себя реализовать, потому что она так воспитывалась. Если это мальчик, он находит тоже девушку, женщину с такими же проблемами, потому что он понимает, он знает, как себя реализовать именно в таких отношениях. Но получается, в этих отношениях он не видит себя, он не знает, как развиваться. Он себя видит только в роли спасателя. То есть когда я догоняю, причиняю добро, вот я есть. Я живу, я чувствую. Да, если спасать некого, меня нет. И такие дети вырастают, они даже дружбу строят по принципу, вот если тебе плохо, значит, я с тобой. Если тебе хорошо, человек просто исчезает из твоего поля зрения, потому что у тебя же и так всё хорошо, зачем я тебе. А как правильно? А как должно быть? Вот если в семье есть дети? Дети, они... Ну, это вот моя точка зрения. Я не детский психолог. Я думаю, все детские психологи меня в этом плане поддержат. Дети не должны нести ответственность за своих родителей. То есть это надо просто детям так же, да, признать, что, да, у меня есть, например, отец или мать, которые... Да, у меня есть, страдает. Самое главное, чтобы другой родитель рассказывал, что да, человек болеет, но у него есть масса положительных качеств. Чтобы не было отторжения, вот опять же, да, вот эта социально-неприемлемая болезнь, чтобы не было отторжения именно таких людей. Потому что любое отрицание, оно приводит к тому, что человек, отрицая, что я не такой, что это вообще болезнь ужасная, со мной такого никогда не будет, чаще всего попадает... Именно это и проигрывает. Да, это и потом и проигрывает. Потому что это вытесненное переживание в его жизни. Это вытесняется, он не проживает это. А здесь необходимо именно научиться любить, вот я уже говорила в самом начале беседы, человека с замазкой этой болезни. Любить человека не больного, а здорового. И ценить его здоровый, и его качество здоровое качество. Кстати, таким образом, когда говорят, что красота спасёт мир, я всегда говорю, что любовь спасёт человека. Если у человека любить те качества, которые он проявляет, ну, с точки зрения здорового человека, и поддерживать именно их, и хвалить человека именно за это, они нередко начинают задумываться, и сами хотят уже избавиться от своей болезни. Они начинают осознавать, а что вот это мне начинает мешать. А какой я вообще настоящий? Да, какой я настоящий? Когда сын подходит и говорит, пап, у тебя так здорово получается, там, ремонтировать машину, помоги мне отремонтировать, там, машинку маленькую, там, к примеру, да? Или ещё что-то. То есть он обращается к здоровой части отца, и отцу это приятно. Хотя, например, у него даже, там, проблема с алкоголем бывает. Или то же самое с мамой, когда обращаются, да? Кстати, от мам отходят чаще дети, потому что папа как-то очень резко начинает настраивать против таких мам. И мамы, они очень быстро становятся одинокими. И, ну, понятно, если она одинокая, она боится одиночества, она просто быстрее спивается, вот и всё. То есть если ребёнок, ну, то есть если ребёнку рассказывается в семье, что вот папа у нас такой замечательный, но у него есть такая болезнь. А ещё мне нравится, когда детям рассказывают, что смотри, особенно детям, когда начальный класс, это лучше говорить в начальных классах, не в средних, не в старших, а в начальных. Вот смотри, у нас с тобой есть папа, он замечательный человек, но у него есть болезнь, алкоголизм. И, скорее всего, эта болезнь передалась тебе по наследству, потому что это наследственное заболевание. Ты, конечно же, в своей жизни потом можешь выбирать алкоголь, это твоё право. Но если ты начнёшь принимать алкоголь, ты точно станешь алкоголиком, потому что у тебя наследственный фактор очень тяжёлый. То есть мы так слегка запугиваем, да? Это не запугивание, это правда. Это чистая правда. А если ещё, например, по линии там дедушек у кого-то есть, ну, то есть, ну, вот если генетики точно скажут, да, вот эти вот, если строить вот эти все... Генограммы. Да, генограммы, там просто видно, что риск заболеть этой болезнью просто возрастает в разы. И, соответственно, ребёнок... Во-первых, ребёнок понимает, что у него есть выбор, а во-вторых, он знает, что у него есть наследственный фактор. И он имеет право отказаться от алкоголя, хотя бы для того, чтобы себе позаботиться. Когда дети это слышат в начальных классах, у них это откладывается. Можно им повторить уже где-то в средних классах. Я знаю таких ребят, которым родители в своё время об этом рассказали, и ребята не принимают алкоголь, будучи уже им уже больше 20 лет, они не принимают алкоголь. Потому что они видят там, например, своих родственников, говорят, да, он классный, но вот у него есть такая проблема. Я не хочу быть вот с такой же проблемой, потому что я вижу, как это выглядит со стороны страшно, что человек ещё теряет свою жизнь. Поэтому я изначально делаю выбор совсем другой, да? Да, да, и я знаю таких ребят. А вот ребята, которым это не рассказывалось, и которым, наоборот, говорили, что у тебя отец алкоголик, не подходи к нему, ещё, например, отца абсолютно, ну, в общем... Отторжение, да? Или маме не дают встречаться с таким ребёнком. Дети же, они говорят, ну, это проблема моей мамы, у меня-то таких проблем нет, я-то же такой хороший. Начинают принимать алкоголь, а наследственный фактор делает своё дело. И, соответственно, они становятся алкоголиками. И когда появляется в нашем поле зрения психотерапевтов-наркологов, они даже это говорят, никогда не думают, что я буду как мой отец или как моя мама. Вот это их фраза с удивлением. Потому что себя отрицала, да? Это часть себя самого. Вот это их фраза, и только тогда, в этот момент, когда они начинают ходить и лечиться, на каком-то этапе они говорят, я теперь понимаю, что происходило с моим отцом или что происходило с моей мамой. Какие переживания они там проживали. А мы же ещё от них от всех отвернулись, как им было тяжело. Лена, что можно объяснить подросткам, у которых сейчас и гормональный фон, и им хочется всего попробовать, и всё, что запрещено, да, ещё сильнее манит. Как с ними разговаривать на эту тему? С ними не надо разговаривать, их надо увлекать. У детей всегда есть увлечение. Дети, они вот в этом плане настолько открыты, они сами рассказывают, что им интересно. И меня есть та, ну, просто смущают родители, которые, например, отдали девочку в балет. А она говорит, а я хочу рисовать. Они говорят, нет уж, пошла в балет, ходи в балет. Действительно, столько вложений уже у тебя. Нет, давай, продолжай, какое рисование? Слушать нужно ребёнка. У ребёнка, может быть, они могут меняться, ребёнок находится в поиске себя. Идите за увлечением своего ребёнка. Живите его увлечением. Это же интересно, это вообще безумно интересно, жить увлечением своего ребёнка. Потом начинаешь в себе что-то открывать, оказывается, и ты рисовать умеешь, ещё какие-то, ну, то есть в себе-то тоже открытие начинается. Поэтому не препятствуйте своим детям и не запрещайте им мечтать. Если ребёнок сидит маленький и говорит, я буду космонавтом, конечно же, ты будешь космонавтом, если ты для этого сделаешь всё. Да, можно отдать его там в какое-то моделирование, где они там делают, да, при... Ну, если у нас, конечно, есть такие кружки. Есть, есть. Я просто уже, ну, у меня настолько взрослый сын, что я не знаю, что сейчас уже есть. Поэтому, соответственно, здесь просто нужно вот слышать своих детей, слышать детей, а не себя. Не свои амбиции. Да, не свои амбиции. Некоторые говорят, я тоже раньше мечтала, всё это ерунда, я тоже ходила в музыкальную школу и посмотрите, что из меня, пианина продали. А ребёнок говорит, я хочу ходить в музыкальную школу. Это его мечта, идите за его мечтой. Да, он может потом передумать. Это тоже его право, потому что ребёнок находится в поиске. Хорошо. Как врача-нарколога, да, и психотерапевта, тоже из социальных сетей, просят, как себя вести родителям, если в первый раз пришёл выпивший сын или дочка? Что правильно, что неправильно? Первое, что сделаете, дайте выспаться ребёнку. Разговаривать с человеком в состоянии алкогольного опьянения, это как разговаривать с человеком из параллельного мира. Он находится на волне опьянения, и он воспримет ваши слова абсолютно иначе, нежели трезвый человек. Пришёл выпивший, всё, ложись, поспи. Ну, там, скорее всего, если это впервые, то есть ещё утром, вернее, вечером будет плохо, ну, да, придётся походить какое-то время. А вот утром в спокойной обстановке можно узнать, что случилось, ради чего вообще такие были жертвы-то, у тебя всю ночь было плохо, ради чего это вообще всё делалось, ну, и как тебе вот это состояние, особенно вечернее, когда ты домой пришёл. Ну, и рассказать, если, например, в семье есть такие проблемы, просто сказать, посмотри, ну, у нас, например, там... У дяди... Кто-то там, да, у кого-то из родственников, вот посмотри, такая же проблема, тоже ведь когда-то начинал. То есть и наследственный фактор у тебя тоже, скорее всего, не очень, потому что всё это, ну, мне вообще кажется, что у нас в России у многих наследственный фактор не очень. Да, если покопать... Да, ну, если статистику просто, на статистику посмотреть, мы понимаем, что статистика у нас, она в мире не из лучших. Соответственно, об этом поговорить, ну, для начала просто узнать, что произошло. То есть что стало пусковой механизмом, да? Что стало пусковой механизмом, потому что если вы начнёте ругать, ребёнок начнёт просто врать, он начнёт скрывать, а потом просто перестанет домой приходить ночевать. Вот и всё. Что делать, если первый разговор не помог, второй не помог, третий? Как тогда? Куда идти? Куда спешить? Ну, спешить ли куда-то? Или сидеть тихонько со своей проблемой? Если ребёнок пришёл домой выпившим, мне всегда хочется сказать родителям, вы задумайтесь о себе, что такое произошло с ребёнком, что он пошёл искать удовольствие, опять же, на стороне. А ребёнок говорит, да, образно говорит. Ну, мы тут покатались на коньках, да? Застыли. Да, замёрзли, и там нам друг предложил, давайте согреемся. Конечно. И мы согрелись. Тем более любопытство берёт своё. Подростковое любопытство, оно очень сильное чувство. В любом случае, вы поговорили с ребёнком, не снимайте с себя ответственность. Это я прям обращаюсь к родителям. Не надо снимать ответственность и перекладывать на друга, который принёс алкоголь. Задумайтесь сразу, прям задайтесь вопросом, что такое произошло, что ребёнок пошёл искать удовольствие на стороне? Что такого у вас в семье не хватает? Какого у вас драйва не хватает в семье? Сходите в следующий раз с ним, покатайтесь вместе на коньках. Например. Придумайте какое-то совместное увлечение. Это второй момент. Вот про ту мечту, которую я говорила в начале беседы. Помечтайте, что завтра, что послезавтра, что в конце недели у нас будет в семье. Скорее всего, в семье отсутствует общая почва. Может быть, она есть между мамой и папой, но отсутствует между вообще всеми членами семьи. А иногда ещё бывает, что мама с папой увлеклись бегом и говорят, ты будешь бегать с нами тоже. Нам психотерапевт сказал, что должна быть общая мечта. А это не его мечта. А ребёнок этого не хочет. Соответственно, вот когда я говорю про родительскую ответственность, если вы решили стать родителями и дали жизнь человеку, вам придётся жить его мечтой. Вот это как раз-таки ответственность, жить мечтой своего ребёнка. А если родители вам говорят о том, что, ну, знаете, даже у меня на консультации такое бывает, да ничего ребёнок не хочет, вообще ничего. Вот ему 16 лет, он ничего не хочет. Мы спрашиваем, ну, ты хоть чего-то зажилай, и мы тогда уж тебе поможем. А он говорит, встаньте от меня, мне ничего не надо. Просто дайте мне спокойно жить. А родители не устраивают это, спокойно жить. Потому что родители считают, что спокойно жить нельзя в наше время. Ну, вы знаете, чаще ещё такое говорят, я просто заметила, что, например, ребёнок, если начал заниматься, ну, играет в компьютер. Вот они тогда говорят, что я ничего не хочу. От компьютера-то это тоже увлечение. Зависимость. Ну, не обязательно зависимость, это тоже увлечение. И может быть зависимость в одном, да, в будущем. Я бы хотела начать, например, с увлечения, в первую очередь. То есть, если ребёнку нравится играть в компьютерные игры, я предлагаю папе, говорю, а вы сядьте с ним и поиграйте вместе, на пару. То есть, не компьютерная игра, которая сетевая какая-нибудь, да, какая-нибудь парная игра. Поиграйте. То есть, скорее всего, ребёнку не хватает вот этого, вот этой игры. В каждом из нас живёт ребёнок. И каждому из нас рано или поздно хочется где-то поиграть, хоть во что-то там, футбол, мячик погонять, мячик, ну, то есть, поиграть вот это в детство. У ребёнка это ведь то же самое, он-то ещё ребёнок. То есть, семьи этого детства мало. И он уходит в эту вот сеть, он уходит в этот интернет, родители приходят, и он ничего не хочет. А чем он занимается? Он целыми днями сидит, играет в компьютерные игры. Так он у вас хочет играть, если уж на то пошло. А вы ему навешиваете ярлыки, ты уже взрослый, тебе уже надо, всё детство позади, а он не готов расстаться с детством. И он играет, он продолжает играть. Либо он сидит в соцсетях, то есть, ему не хватает общения. Элементарного общения. Сделайте дома какую-нибудь вечеринку для его друзей. Чтобы не мешаться, вы можете находиться, например, просто сказать, я буду тебе приносить там эти вот какие-нибудь, я не знаю, там, чипсы куплю, там, какие-то там, кока-колу, да, вы там развлекаетесь, а я просто здесь буду вот рядом в комнате. Конечно же, контроль нужен с детьми. Я не говорю, что организуйте, уедьте из дома, не надо в такие крайности-то впадать. Если соцсети, это общение, это 100%, если играет, то ребенку не хватает игры, и вы слишком его подтягиваете к себе. Невозможно ребенка подтянуть до своего уровня. Конечно. Потому что он никогда не был 30-ти и 40-летним. Он не знает, как это. А мы требуем. Мы требуем, чтобы он делал все так, как мы делаем. Как мы видим с позиции своего возраста. Конечно. Но зато мы можем опустить с твоего возраста, потому что мы были и 15-летними, и 16-летними. И если мы опускаемся до его уровня, мы можем понять, что с ним происходит. Это наша ответственность, нас взрослых. Не надо его тянуть и говорить, вот я-то вот сейчас, посмотри, в 30 лет поступила в институт. Молодец. Ну, то есть, только не надо делать из этого какой-то там, я не знаю, праздник в жизни, да, у ребенка, то есть, что вот папа у тебя там учится в 30 лет, пошел в институт. Ему еще не 30 лет ребенку, ему еще 15. И он хочет прожить свои годы до этого 30 лет, так, как он хочет прожить. И наработать еще свой собственный жизненный опыт. Конечно. То есть, это вот совет родителям, опускайтесь до уровня детей, чтобы понять, что с ними происходит. Да, и чаще общайтесь. Общайтесь, мечтайте совместно и живите увлечениями своего ребенка. Вы дали ему жизнь для того, чтобы... Вот это как раз и есть воспитание. Если вы дали ему жизнь, следите, что он хочет и идите за этой мечтой ребенка. А как часто бывает наоборот? Если папа страдает от алкоголизма, мама начинает спасать папу, да, при этом забывая о детях вообще. Вот это, кстати, чаще всего и бывает. Это как раз такая игра, ну, в одни ворота. То есть, спасаем только папу, у папы проблемы, они до тебя сейчас. И мама начинает еще при этом срываться на ребенка. Это да, это так. Это как раз таки вот признак созависимости. Если мама хочет выйти из созависимости, переориентируй свой взор в сторону детей и начни жить жизнью детей. И своей, собственно. И своей. И если ты понимаешь, что папа разрушает уже не только свою жизнь, а уже и вашу, то есть жизнь ребенка, например, начал красть деньги из дома, продавать что-то из дома, начал выносить, делай выбор в сторону детей. Это правда. То есть не надо жить ради вот этого человека, да? Надо выбирать реальную. Надо выбирать жизнь. Жизнь. Не идите за смертью. Хорошо. И вот еще один вопрос. Для того, чтобы ребенок у меня потом не напился где-нибудь на вечеринке, когда станет подростком, я решила потихоньку приучать его к хорошим напиткам. Нет-нет, да дам одно-две чайные ложки попробовать красного сухого вина или белого, ну, чтобы разбирался. Вот как к этому относятся? Да вообще негативно, отрицательно. Это знаете, как, например, ребенок, ну, принимает сейчас какие-нибудь спайсы, да? Ну, зачем же спайсы? Есть более дорогие наркотики. Давай лучше я тебе буду покупать дорогие наркотики и пробовать, чтобы ты разбирался в хороших наркотиках. Вот это примерно о том же. Зачем ребенку вообще предлагать алкоголь? С какой целью? Я уже говорила про ферментативную систему, она у них не сформирована, и вы практически, ну, что вы, вгоняете вот этот внешний алкоголь в организм человека маленького, то есть еще не зрелого. Ну, начнет он разбираться у вас в этих напитках. И все. И дальше он будет их пить, а потом просто спуститься на более дешевое, потому что их можно употреблять в более больших количествах. Вот и все. Ну, и будем помнить о том, что до 18-летнего возраста мы унесем ответственность за ребенка, а алкоголь в нашей стране можно употреблять только с 21 года. И это не просто так придумано. Это не просто так придумано, да, это для сохранения нашего психического, психологического и физического здоровья. Ну что, спасибо большое, Лена. Сегодня была увлекательная тема. ответили на многие вопросы наших слушателей. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях была Елена Шарова, практикующая психотерапевт и врач-нарколог. Спасибо и всего самого хорошего. Спасибо всем. Практическая психология